Привет дорогие друзья! Сегодня прилетела по Татарстану, прилетела впервые, ну и многие были удивлены, потому что для того, чтобы этот беспилотник прилетел в Татарстан, этот беспилотник должен уметь летать 1100 километров. На Медне как раз хвастался вор и соратник Зеленского Федоров о том, что вот появились теперь якобы новые дроны, которые позволяют там так летать, но при этом некоторые россияне опознали, российские каналы некоторые опознали этот беспилотник как в принципе старый, который уже известен. В общем и переделан он скорее всего был под Камикадзе, 1100 километров пролетел этот беспилотник и врезался в заведение учебное некое. А до этого агент Медуза, назовем это так, средство массовой информации, которое заявляет себя как российское средство информации, находится оно где-то в Литве, в Латвии или в Эстонии какой-то, они как раз до этого рассказали, что там производят шахиды. Назовем агент Медуза, короче он же наводчик, помог для того, чтобы попал этот беспилотник как раз таки туда, куда надо. Но я сейчас хочу поговорить немножко за другое. С началом весны возобновились комбинированные атаки Украины как раз таки со стороны Российской Федерации. Наносит это колоссальнейший ущерб. Это бьет по импорту электроэнергии, по графикам отключений. Снова целые регионы без света начали бомбить подземные хранилища газа, даже может повлиять на снабжение потребителей, но и способны отпугнуть европейских трейдеров, которые арендовали украинские мощности. Ну да, если вы забыли, так украинская власть продолжает зарабатывать на российском газе, который хранится собственно в этих подземных хранилищах. Но суть не в этом. Суть в том, что как-то стали поспокойнее рассказывать о том, что ракета осталась на 2-3 пуска. Если раньше это было очень модно и об этом болтали регулярно, то сейчас начали немножечко стесняться. Помните, год назад глава Главного управления разведки Минобороны Буданов уверял, что на каждую атаку российская оборонка должна работать 1,5-2 месяца. А до марта 23-го ситуация в вооруженных силах дойдет до критической фазы. Правда, уже в июне в ГУР признали, что в РФ произошел рост производства выше довоенного уровня. Калибры Х-101, которые тогда служили основным средством поражения, стали выпускать больше в 3-4 раза. То есть 30-40 штук в месяц. Кинжалы изготовляют до 6 единиц в месяц. Рассказы о том, это приятные рассказы. Я могу понять, почему их рассказывают. Потому что это приятно слушать. Рассказы о том, что ракеты вот-вот закончатся, подхватывают и западные эксперты, и западная пресса. Вот, к примеру, они сообщили о том, что на поле боя обнаружена неразрывавшаяся ракета, произведенная за месяц до произведенного выстрела. Из этого в Блумберг, на секундочку, делают вывод, что запасы заканчиваются, и приходится запускать ракеты прямиком с конвейера. Сделали сразу же на поезд их грузят, и поехала на фронт. Почему? Потому что нет запасов. То есть они пришли вот к такому выводу. Мол, в обычных ситуациях сначала старые выстреливают, а вот новые складируют. Ну, типа так. Надо понимать, армия, которую назвали второй в мире, обязана воевать исключительно старыми ракетами, чтобы соответствовать своему статусу. В случае с калибрами, тут на самом деле есть смысл. В результате ударов по Черноморскому флоту, в результате которых Черноморский флот понес потери, россиянам пришлось убрать Черноморский флот в Новочеркасск. По-видимому, это отразилось на обслуживании ракетоносителей, и ракеты морского базирования в самом деле стали применять реже. Значит ли это, что с калибрами можно теперь расслабиться? Да ни в коем случае. По информации, которая то и дело появляется, россияне накопили до 300 калибров, регулярно выпуская их по полторы штуки в день. При этом они явно ищут решения для возникших проблем с логистикой этих ракет. Чтобы было с чем сравнивать, по словам Зеленского, всего лишь с 1 по 19 марта по территории Украины было выпущено 320 дронов Камикадзе, 130 ракет разных типов и 900 управляемых авиабомб. В январе в ГУР объясняли французам, что несмотря на то, что на самом деле у россиян еще есть чем воевать, количество еще все-таки есть, но качество неумолимо падает. Да, есть старые образцы каких-то там вооружений, но оптики на них нет. Из-за санкций они не могут приобрести там, ну опять-таки, чипы из стиральных машин, ну вы же знаете, да? Из микроволновок, кстати, для калибров. Завозят это высокотехнологичное, комплектующие все, короче, откуда получится. Недавно, в феврале этого года, Кирилл Буданов давал комментарии изданию The Wall Street Journal. Он рассказывал как раз журналистам, что значительная часть армии РФ была уничтожена в первые же дни вторжения. Теперь шлет необученных мобиков в самоубийственные штурмы. Артиллерийские снаряды у россиян тратятся быстрее, чем производятся. Танки, модифицированное старье, ну а ракеты сократились, поэтому и удары по городам тоже из-за этого сократились. Запасы иссякли. Голосу Америки Кирилл Буданов заявил, что единственная прослеживаемая закономерность, после каждого удара временный интервал увеличивается, а количество ракет в залпе уменьшается. Они уже, в принципе, почти сидят на нулях. Это цитата. Либо ему было неизвестно о производственных мощностях ОПК российского, или же ему было неизвестно о том, сколько они на самом деле производят ракет, хотя я сильно сомневаюсь, потому что Кирилл Буданов это один из самых информированных людей в Украине. Или же он все-таки решает подсластить, я не буду говорить обманывают там украинцев, нет, подсластить ситуацию, ну для того, чтобы было приятнее это слушать. Ну, как бы, ну ракет нет. Ну, это же приятно цитировать. Это же намного более приятнее цитировать, чем когда говорят, что, допустим, там в Харькове практически разрушена полностью критическая инфраструктура. Когда представитель ДТЭК говорит, что сейчас ракеты прилетают намного точнее, и что на самом деле такие проблемы ожидают энергетику Украины, которых не было никогда в жизни. Да, запасы калибров в самом деле сокращались, потому вместо них в основном применяли авиационные Х-101, некоторые называют, и я называю иногда Х-101. Теперь же ожидается обратная тенденция, пока делают новые Ха, будут стрелять менее эффективными калибрами, которые уже, по его словам, технически готовы к применению. Надо понимать, когда закончатся калибры, снова будут запускать Ха. Впрочем, и здесь Кирилл Буданов пытается немножко успокоить, и он объясняет, что в месяц производится россиянами не 100 ракет. Что такое не 100 ракет? Юрий Игнат, это спикер воздушных сил тогдашней, в январе ссылается на данный ГУР, согласно который в месяц производят как раз около сотни ракет. Примерно столько же производят, сколько и применяют. Если почитать более старые откровения Юрия Игната, то мы видим уже другую сумму, 585. В сентябре ракету УРФ, по его информации, было в разы меньше, чем в 2022 году. А в начале ноября данные озвучили непосредственно в ГУР, примерно 870 высокоточных ракет, включая 165 калибров. На новогодних каникулах была серия ракетных обстрелов. Несмотря на это, в январе число ракет, по оценкам Игната, увеличилось, или по крайней мере не изменилось, и составило около 900 высокоточных дальнобойных ракет. Таким образом, россияне не только увеличивают производство ракет, но иногда это производство умножается на 2. Похоже ли это на заверение в том, что ракеты заканчиваются? Похоже ли это на то, что иссякают запасы? Мне не похоже. Годом ранее, в январе 2023, ГУР вместе с кинжалами и баллистическими эскандерами насчитало у россиян в запасах немного более 500 ракет, большая часть из которых ушла на попытки устроить блэкаут. Чуть позже глава ведомства ГУР заявил о том, что ракеты вот-вот закончатся, никто не подаст россиянам руку помощи, даже среди ближайших союзников. У Банковой на этот счет свои объяснения, мол, санкции не работают или работают плохо, потому что существует план Ермака, Макфола, выполненный уже на 146%, а дыры в режиме как были, так и остаются. Так всего за один день, 22 марта, у Зеленского насчитали не менее 7,5 тысяч иностранных компонентов, которые использовались в ракетах и дронах россиянами. Все чаще выясняется, что никаких духовных скреп у европейской и западной военки не существует в принципе. The Wall Street Journal выяснила, что за последние два года российские предприятия вдвое увеличили импорт нитроцеллюлозы, используемой в производстве пороха и ракетного топлива. Ее рынок достаточно тесный из-за существующих международных ограничений, поэтому РФ приходится закупать продукцию у тех, кто ее продает. А это Турция, США, Германия, Тайвань. Тайвань. Тот самый Тайвань, который требует буквально от США не прекращать помощь Украине, чтобы не подстрекать Китай к агрессии. Россия воюет с НАТО руками Тайваня. Говоря о союзниках, сам факт обращения Кремля за оружейной помощью КНДР, Буданов называл унижением. Но стоит отметить, что несмотря на постоянно заканчивающиеся отечественные ракеты, ВСРФ лишь в очень небольших количествах использовали эти поставки. А применение баллистики из Ирана, о которой так много говорили, вовсе не было. Они копят. То есть для чего-то происходит накопление ракет. И их скопилось действительно много. Ни о каких иссякающих запасах речи не идет. К чему они готовятся? Я полагаю, к летнему наступлению. Систематически приходится при этом слышать, что заканчиваются ракеты ПВО Украины. Хотя нечто подобное говорят с конца 22-го. И в этом есть, конечно же, существенная доля правды. Потому что Патриот, ну, сами по себе они же не воздухом стреляют. Они стреляют ракетами. И средствам ПВО необходимо намного больше ракет, чем атакующим. Потому что на одну ракету, на перехвате летит много ракет. А в США как бы немножко раздумывают, а скоро начнут раздумывать. Вообще уйдут в глубокие думы. Зеленский уже связывает даже рождаемость с ПВО. Вышеупомянутый мною Кирилл Буданов на днях просветил нас относительно ситуации с гиперзвуковыми цирконами. Их уже несколько раз применяли по столице Украины. Официально ракеты были перехвачены и не достигли своих целей. Некоторые эксперты уже успели похоронить очередной Вундерваффе, заявив о ее низкой точности. Тем не менее, глава разведки пояснил, что запускаются они с нескольких наземных противокорабельных пусковых установок в Крыму. И запускают их вовсе не для того, чтобы запугать украинцев, как многие подумали. А потому что россияне пытаются с помощью цирконов прорвать систему ПВО. При этом существует угроза, что их начнут перебрасывать на другие объекты, в другие населенные пункты, для того, чтобы уменьшить подлетное время. То есть там из Крыма 500 километров, а вот из Белгородской области 400 километров, к примеру. В общем, резюмирую, если вы слышите от кого-то, от какого-то эксперта, государственного деятеля и так далее, о том, что у россиян заканчиваются ракеты, скоро заживем, жить станет намного веселее, потому что ракет у них уже почти нет. Знаете, почти на 100%, можете быть уверены, вас обманывают, вас вводят в заблуждение. Или для того, чтобы ваша жизнь была спокойнее, знаете, как бы такое плацебо. Или же, ну или просто обманывают. У меня все, пока.